А вот на суд экспертов мы решили вынести вопрос, возможно ли предотвратить мошенничество с электронными полисами ОСАГО. Или все же владельцам машин надежнее страховать свою ответственность лично в офисе, оформляя бумажные документы. Мнение на этот счет далее. Чтобы избежать рисков поддельных полисов, в принципе, покупки никакого-то недействительного бланка или недействительных печати, нужно все-таки брать непосредственно у юридического лица напрямую в офисе. Можно дать рекомендацию автовладельцам точно не поддаваться на уловки мобильных агентов, которые активно транслируют продажу полиса ОСАГО где-то вне страховой компании. Все-таки отдавать предпочтение компании, которая уже проверена. Критическая масса, конечно, она еще не достигнута, потому что объем махинаций не такой большой. Система учета полисов ОСАГО, она несовершенна. Ее нужно, безусловно, дорабатывать, чтобы такие случаи, махинации, они были просто-напросто исключены. Ответственность на сегодняшний день у нас, конечно, она, в принципе, не очень высокая. Если бы человек отвечал, ну, хотя бы материал на миллион, сделал ущерба, нанес, ну, ответственность, она должна хотя бы там в пятикратном размере. Тогда уже что-то бы останавливало. Желание заниматься махинацией было бы, конечно, гораздо меньше. Редактор субтитров А.Семкин